Печальная судьба кадетов с Барка Крузенштерн, случайность или некий сигнал. Петр Сквичиньский, Уполитычи, Польша. 21 июня 2018 года. Больше месяца назад двое российских курсантов с Крузенштерна, самого большого парусника в мире, который принадлежит Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, находились в увольнительной в Свиносце, куда зашло их судно. На берегу они решили развлечься, изображая, будто душат бюсты Анна Павла 2, а потом, похвалиться своей выходкой в социальных сетях, снабдив фотографию комментарием. Русские не умеют, да? Это, разумеется, вызвало волну возмущения в Польше. История, как мы сейчас узнали, получила неожиданное продолжение. Капитан Крузенштерна, который узнал о проделках курсантов, когда Барк уже покинул польский порт, написал письмо, адресованное жителям Свиносце и всем католикам. В нем он просит прощения за действия своих курсантов. Я, капитан учебно-парусного судна Крузенштерн Михаил Еремченко, обращаюсь к вам, ко всем жителям города Свиносце, гражданам Республики Польша, католикам всего мира, писал он. Мы осознаем ту боль и то оскорбление, которые были вам нанесены необдуманным хулиганством. Капитан выражает надежду, что эта история послужит серьезным уроком в понимании допустимых рамок поведения по отношению к католическим святыням братского славянского польского народа. Почему я обращаю внимание на эту тему? Потому, что действия капитана Крузенштерна, его руководства из Калининградской академии, которое должно было, как минимум, дать ему разрешение на такой шаг, а также Астраханского технического университета выглядит неожиданными. Они не согласуются с атмосферой, царящей в польско-российских отношениях, и подходом к Польше, которая демонстрирует как власти России, так и подавляющие большинство подчиняющихся государству российских СМИ. Дело не в самом факте принесения формальных извинений за хамскую выходку двух курсантов, а в жесткости реакции как самого капитана, мы ничего о нем не знаем. Но, возможно, это человек, с уважением относящийся к религии, а заодно строгий командир, так и в первую очередь людей, которые руководят российским морским образованием. Россияне могли бы походя извиниться, сообщить, что провели с виновниками инцидента разъяснительные беседы, и решить, что этикет соблюден, однако, в письме звучит искреннее возмущение автора, или по крайней мере текст написан так, чтобы создалось такое впечатление. Немедленное удаление курсантов с судна, напоминающее о прежних обычаях, когда совершивших преступления моряков высаживали на необитаемом острове, а также решение об их отчислении из вуза, выглядит не просто суровой, а показательной карой. С течения обстоятельств, вероятно, стремление российского руководства избежать любых скандалов накануне футбольного чемпионата, тоже вполне возможно. Однако нельзя также исключить вероятности, что это некий сигнал. Подождем и посмотрим, что будет дальше. Комментарии читателей Мачиек, «Если это правда, то сигнал хороший, но я в это не верю». Решение принимало непосредственное командование, «Мы же знаем, что не каждый россиянин – большевик». При этом надеются, что российские власти изменили свою позицию, наивно. Кубик собака у Азелине – наказание слишком суровое, они же не разрушили этот памятник. У нас бывают правонарушители, которые мочатся на монументы, но остаются безнаказанными. Ну, только если кто-то сожжет чучело еврея, тогда другое дело. Такие сигналы поступают из России не в первый раз, но с польской стороны мы видим исключительно нездоровые желания даром отдаться США, рискуя безопасностью в нашем регионе. Это ошибочная политика, нам нужно поддерживать хорошие отношения со всеми основными силами в мире, но не попадать в зависимость от одной из них, а тем более не превращаться в ее вассалы. О сигналах, которые поступают с Украины, не хочется даже писать. Млады, в последнее время в реакциях россиян действительно можно увидеть больше уважительности в отношении поляков. Я согласен, что встречаются люди, которые не лишены моральных качеств и чувства справедливости, от национальности это не зависит. Пирать, автор статьи из-за своей профессиональной деформации ищет в простой истории скрытый политический подтекст. Об инциденте заговорили, так что виновников пришлось наказать жестче, чем это бывает обычно. Зачем приплетать сюда политику? Андерзик, а в следующей серии они окажутся в другом подразделении, получат офицерские звания и приказы от командующего флота или самого Путина. Грудь героев украсит медали и звезды, а плечи – эпалеты.